Польская береговая охрана внимательно наблюдает за двумя российскими кораблями-шпионами и буквально взяла их на прицел. С сентября месяца подозрительные российские сухогрузы стоят на якоре около польского побережья. Мало того, что они стоят в нестандартном месте, так еще характеризуются нестандартным поведением. Это суда В.Л. Тотма и В.Л. Кириллов. Два сухогруза ходят под панамским флагом, но их владельцы россияне. Эти сухогрузы формально принадлежат кипрскому судовладельцу White Lake Shipping, имеющему связи с Россией. В правлении сидят россияне, и большая часть руководящего состава также состоит из граждан России. Кроме того, в августе 2022 года эта компания через свою дочернюю компанию Gravelor купила несколько судов у российской государственной лизинговой компании GTLK, которая, кстати, находится под санкциями ЕС и США. Оба корабля бросают якорь в исключительной экономической зоне Польши. В 26 километрах от польского побережья в районе Дембке. Время от времени каждое судно возвращается в порт Балтийск на несколько дней, прежде чем вернуться к побережью Польши. Оба корабля периодически выключают систему идентификации АИС, из-за чего становится сложнее отслеживать их положение. Тотма и Кириллов стоят точно на пути судоходства из портов Троймясто в шведскую Карлскруну. Пассажирские суда, идущие по этому маршруту, вынуждены обходить якорные стоянки россиян. То же самое и с танкерами, которые перевозят топливо из Швеции в Польшу. Российские корабли-шпионы, по всей видимости, пытаются контролировать морские перевозки, которые идут в польские порты в Гданьском заливе. Морская пограничная служба Польши знает о подозрительных судах. Пресс-секретарь морской пограничной службы сообщил, что сухогрузы находятся под постоянным наблюдением береговой охраны. Капитан-лейтенант Анджей Юзвяк сказал, цитирую, «Эти суда, их передвижение и стоянка находятся под постоянным круглосуточным наблюдением. Район патрулируется нашими кораблями и авиацией, а также ведется слежка за любой деятельностью судов. Тщательно оцениваются события, происходящие в непосредственной близости от них». Конец цитаты. В то же время пограничная охрана сообщила, что действует свобода судоходства, а это означает, что они не могут требовать от кораблей покинуть район. Владельцу судов был направлен запрос, на разъяснение причин их стоянки в исключительной экономической зоне Польши. Но ответы еще не получили. Не исключается вариант, что на российских кораблях может быть противокорабельное оружие и средства ПВО переносного типа. То есть, это как бы полубоевые корабли, замаскированные под грузовые. Однако они находятся в двух морских милях от территориальных вод Польши. Поэтому пограничная служба не может применить к ним свои полномочия. Кстати, вскоре в этом районе должно начаться строительство первых польских морских ветряных электростанций. А в будущем поблизости будет проложен подводный кабель постоянного тока Гармони Линк. Он должен помочь странам Балтии десинхронизировать энергосистему от постсоветской БРЭЛ. Стоит учесть, что в Гдыне находится большое количество польских боевых кораблей. И если какие-либо действия российских судов им покажутся сильно подозрительными, то пару залпов по россиянам и они пополнят коллекцию посудин, находящихся на морском дне. Не исключено, что россиян как раз и интересует польский боевой флот. Полякам же рекомендую быть внимательными, чтобы случайно эти российские суда не прошли на быстром ходу в сторону бухты и не заблокировали выход польских кораблей. Нужно всегда быть начеку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.